знаете ли вы что псковские летописцы оказывается были альтернативщиками и это за много веков до того как появился youtube не верится давайте посмотрим но перед этим небольшая справка псковские летописи изданные в 1837 при иждивении общества истории и древности российских при московском университете известным русским историком коллекционером журналистом и публицистом михаилом петровичем погодиным большая часть напечатанных в тогдашней орфографии древних летописей была предоставлена русским историком археографом и управляющим московским главным архивом николаем николаевичем бантыш каменским издатель михаил погодин в своей книге отметил этот список написан мною слово в слово без малейших отмены пропусков в другом месте введения он пишет когда жил первый псковский летописец неизвестно из предисловия становится ясно что по мнению церковников 19 века он жил в 14 веке то есть события русской древности были написаны самое раннее в 14 а самое позднее в 15 веке и велись вплоть до середины 17 псковские летописи начинаются так от седьмого собора до последнего собора до приложения книг священных от грек на славянский язык святым кириллом философом лет 77 а вот приложение книг до крещения русской земли лет 70 и лето во первых тут речь идет только о приложении то есть переводе священных книг греков на славянский язык о создании алфавита нет ни слова во вторых даты не совпадают с официальным в разных местах так называемого первого списка псковских летописей дата одних и тех же событий отличаются это околеется происходит потому что датировки притянуты за уши задним числом о том как это делалось мы рассказываем в ролике античности небо и вообще куда делся мефодий коллега кирилла и почему мы говорим кириллица они мефодицы да потому что никакого мефодия как живого человека не было вероятнее всего мефодий это второе имя вышеназванного философа данные например прекращение или что-то вроде прозвища ведь имя мефодий означает методичный упорядоченный то есть это синоним прилежность оказывается орда утверждала на руси правителей не до пресловутой куликовской битвы а намного намного дольше например василий второй по прозвищу темный долго спорил с дмитрием шемякой за право занять престол разборка была мучительной и долгой но историки не уточняют что оба князя били челом великому хану чтобы тот разобрался и остановил выбор на ком-то одном а ведь это на секундочку 15 век куликовская битва давно позади во псковской летописи мы читаем запись от 1431 года того же лета князь великий василий васильевич поиде ворду к царю княжение ради великого на русской земли то есть великий хан был царем императором руси и поедено успение святые богородица сейчас это 28 августа старым ногами а за ним поиде князь великий юрий дмитриевич ворду к царю княжение ради великого а поиде на воздвижение честного креста то есть через месяц с дары многими оба князя и оба великих и оба со взятками для царя то есть императора кто больше даст наступил июнь июль 1432 и что же мы видим оба князя возвращаются из орды не получив добро на княжение в нашем ролике о книге австрийского посла сигизмунда герберштейна мы рассказывали что согласно этому источнику фактически не куликовская битва не стояние на угре не лишили татар прямого политического влияния на жизнь русского государства и еще в первой половине 16 века политический центр руси находился в орде а продолжительность московского пути в 12 месяцев показывает нам что великие князья ехали до своего царя несколько тысяч километров вот вам для сравнения схематичная карта под названием путь московии в китай составлены англичанами в 1598 году издана в 1677 на ней подробно описан маршрут который отмечен словами москвичи обычно трудятся девять месяцев в пути из китая неужели именно по этой дороге ехали великие московские князья в регион китай а точнее в город ханбалык ко двору великого хана ссылку на карту можно найти в описании к этому видео по псковских летописях можно найти важное сообщение о том что в 1625 году при первых романовых имела место крупнейшее наводнение от западной и восточной европы до греции есть еще две записи с описанием необычного для центральной россии природного явления землетрясения одна запись от 1224 года или 6732 от сотворения мира откалков то есть от битвы на калке до потрясения земли 8 лет какое землетрясение может быть в центральной россии имеется второе похожее сообщение от 1623 года 7131 году за морем мясо и еда ху скотии и лошади и вся скверная даже и человечи плоти коснулись а иные грады пались от труса и огня а инди то есть где-то от воды на нашем канале вышел ролик посвященный гипотезе о том что до 18 19 веков зимы не было на этот вывод действительно наталкивают многие факты однако в документах того времени мы находим огромное количество свидетельств посвященных морозам снегу паводкам и всему остальному что связано с обычной зимой и и последствиями в записи рассказывается о неожиданном потеплении в ноябре и декабре в результате которого паводкам понесло по рекам ледяные глыбы в 1551 году летописец сообщает а зима была тогда бесснежно только 7 недель то есть почти два месяца со снегом в 1581 году пишут что снег был до подмышек от мороза и голода вымерли животные в лесах совершенно логично что в летописи описаны только случаи выбивающиеся из нормы можно подумать что эти летописи липовые что их писали ученые священники тех лет но тогда непонятно зачем эти люди писали тексты противоречащие официальной версии истории которую они же и продвигали кстати о климате псковской летописи как и в нескольких других письменных источниках идет речь о крокодилах в 1582 году из и дыша крокодилы лютые звери из реки и путь затвориша людей много поядаши иван четвертый известен своими бесконечными войнами с западом в 1564 году русский полководец политик и приближенный самого царя андрей курбский предает ивана четвертого стоит ли сомневаться что он выложил католикам все государственные тайны московского кремля во псковских летописях первая запись обведения опричнин или а причин появляется не просто после побега курбского а за три года до ее конца в 1569 году по официальной версии истории на руси уже четыре года проходят бесчеловечные пытки и убийства в среде бояр только почему-то во пскове который находится под управлением москвы об этом ничего не знают хотя успешно разведывают многие другие подробности внутри политической жизни ничего не знают псковича и о том что царь иван четвертый отрекался от престола и сажал на свое место кого-то другого об этом в этих летописях нет ни единой записи но ведь это новость первостепенной важности с пометкой молнии наконец после долгих войн с литвой и немцами в 1570 году в летописи появляются первые репрессии ивана четвертого которые пришлись на великий новгород что поздновато ведь по официальной версии до конца опричнины остается всего два года семидесятом году царь насилием принуждает великий новгород воевать приказывает собирать армию строить мосты по направлению вражеских позиций собирать зеленую руду то есть взрывчатые вещества получается что кратковременная опричнина была опалой на настоящих заговорщиков они действительно появляются после измены андрея курмского после взятия непредвиденной сдачи 24 вражеских городов с иваном васильевичем происходит следующее к нему прислажа немчина лютого волква нарицаемого елисея и быть ему любим в приближении и положен царя страхование и конечно был отвел царя от веры на русских людей царь наложил свирепство а к немцам на любовь переложен и много множества родов боярского и княжества в зусте убить цареве всеми с пятом году то есть через два года после отмены опричнина по официальной версии царь опять идет войной на литву и немцев как мы видим большая часть зверств сумасшествие и прочие грехи ивана грозного это просто выдумки черный пиар организованный европейскими заговорщиками известно что на службе у русских царей стояли многие народа в том числе татары и казаки которые охраняли южные рубежи государства но мало кто слышал что эти два подразделения отправлялись на самую западную границу и воевали с поляками литовцами и их союзниками на страницах летописи казаки и татары воюют против так называемых немцев в армии ивана 4 сообщение о битве с немцами есть такая подробность а костер то есть башню или часть крепости взяли казаки в записи 1635 года уже при романовых есть такой отрывок июня в 23 день побиши литву казаки а языков взяли 20 человек кстати в списках воюющих подразделений при иване грозном значились и астраханские татары помните классическую историю с дотошным изучением авраамических религий князем владимиром теперь ждал отовсюду проповедников которые будут перетягивать его каждый в свою веру владимир не торопился он понимал что от его выбора зависит судьба его страны а теперь почитаем летопись в ней говорится что владимир в боях взял греческий херсонес или корсунь и отправил гонцов правителям византии василию и константин с требованием выслать ему для женитьбы свою сестру анну если это не будет сделано владимир двинется на константинополь на что последовал ответ не гоже христианам соединяться союзом с язычниками так что тебе придется креститься владимир согласились византийские правители уговорили анну отправиться к владимиру со свитой состоящие из сановников и священников в момент приезда на русь владимир заболел глазной болезнью и она пообещала ему исцеление если он примет крещение князь дал добро и епископ херсонеса перекрестив и положив руку на князя исцелил его так говорят церковные летописи после обряда крещения сыграли свадьбу но владимир решил на этом не останавливаться он взял священников херсонеса или корсуня с собой в киев там по его повелению начали скидывать и сжигать кумиры славянских богов все это происходило под скорбь русского народа и тут мы наблюдаем странную нелогичную картину уже на следующее утро люди собираются у днепра чтобы креститься никаких тебе восстаний никаких разборок и все это в те суровые времена когда ударившего по левой щеке ждало языческое наказание либо как вариант число людей изменивших старой вере было ничтожно и это событие по факту не может считаться крещением всей руси после смуты 1605 1612 годов и чудесные победы патриотов руси над оккупантами на трон садится новая династия романова по записям тех лет хорошо заметно что новая власть подозрительно часто потакает заморским гостям а речевые обороты летописцев с годами все больше наполняются иностранными словами что говорит о влиянии запада на политику и культуру государств в 1629 году романовы повсеместно устанавливают кабаки а церквей вопреки традиции практически не строят в 1632 году летописцы сообщают о том что немцы то есть западные торговцы приезжают из москвы во псков наплевав на запрет горожан чужаки строят слободу и ведут себя как хозяева таким образом победа русских патриотов 1613 году была чисто формально вот такие важные детали мы нашли изучая летописные тексты что думаете пишите в комментариях нужно ли читать старинные документы или это все подделки почему историки верят одним летописям а игнорируют другие давайте обсудим и обязательно настройте уведомление если еще этого не сделали впереди у нас еще много интересного